Так вот, в этих 5% есть некоторое количество школ, в крупных городах таких, люди часто ездят через весь город по 2 часа в один конец, чтобы попасть в такую школу. В этих школах умные педагоги и умные ученики пытаются делать домашние задания, ликвидировать пробелы, дополнить программу недостающими звеньями, то есть компенсировать эти органические дефекты. В остальных 95% никто этим не занимается, и все эти, ну так же, как вот, здоровый человек переболеет насморком и все, а человек без иммунитета просто погибает. Вот так остальные школы просто погибают от этих, умирают от этих вещей, и сохраняют только внешнюю видимость учения. Это была первая группа. Кроме того, что в этой принципиально присущей школе, существуют еще вещи, которые вот сегодня наш текущий момент характеризуют. Первое, это жуткое давление государства, то есть чиновники, которые требуют непрерывные справки, идиотские отчеты, и непрерывно проверяют этот процесс, когда просто педагогу в обычной школе. То есть если школа хорошая, то стоит директор вот так, и защищает этих своих учеников и учителей от этих проверок, давления, ну это жуткий труд. Я просто знаю этих людей, я с ними разговаривал много раз. А в обычных школах ученики, учителя только занимаются тем, что отбиваются. Прекрасный учитель мой знакомый говорит, что единственные критерии, по которым вы оцениваете ученика, это правильно заполненные бумажки. Больше никого ничего не интересуют. И поскольку бумажек у них все больше и больше, то ученик занимается именно этим. А у них обмани не освоено. Еще не все. Раз. Это во-вторых, это первый момент. Второй момент, это то, что школа просто беднеет, и у нее денег все меньше, кроме некоторых избранных. И поэтому старое оборудование, но это верно для всей школы, для высшей тоже. И поэтому падающие потолки и так далее. И к этому следует добавить статус учителя в школе и статус ученика в обществе, статус образования в обществе. Чтобы достигнуть больших успехов, не надо быть образованным человеком. Вот эти вот дополнительные три силы, они приводят к тому, что образование постепенно схлопывается. Но оно воспроизводит себя как общественный институт. То есть учителя хотят где-то работать, учителя хотят куда-то устроить свои дети, чтобы они не болтались по улицам. А главный функционал, то есть дать ребеночку знания, ввести его в современный мир, дать ему навыки общения со сверстниками, взрослыми и другими людьми, они либо вообще решаются не в школе, а где-то в другом месте, либо не решаются. Поэтому то, что существует сейчас под названием школа, это некий организм, который реформировать невозможно. Есть островок более-менее приличный, в который хорошо попасть и там уцелеть, а все остальное это ужасно. Поэтому я потом, через некоторое время, после того, как вы проведете еще обсуждение, добавлю, чтобы я предложил как путь для создания нового решения, современного и адекватного. Но это во второй части. Я закончу ваше слово. Первое замечание, технический вопрос. Я прошу прощения, не буду вставать. Давайте в будущем построим так. Я прошу прощения, Яков, но давайте в силу в том числе, очень важного современного пункта под названием «Клиповое мышление» мы будем делить свои доклады на некоторые части, а не превращать это в лекции, потому что обсуждение очень затруднено. Когда у нас есть очень много пунктов, и все это вместе, это интересно, как лекция, но сейчас у нас информация все-таки лечит. Это пункт один. Начну с конца. Второе. Про бумажки. Про бумажки, на самом деле, я бы поспорил. В том числе проблема в том, что ученики не умеют дополнять бумажки, кроме ЕГЭ. Ученики? Я говорю про учителей. Окей, и учителя тоже. Проблема в том, что я не знаю, это спорный пункт. Меня говорить еще громче, вы меня не слышите, тогда встаньте, встаньте, и я встану. И тогда мы будем слышать друг друга. Прямо в том, что ученики не умеют заполнять бумажки, это спорный вопрос в смысле того, что, к примеру, в Америке они как раз учатся заполнять бумажки. Я об этом ни слова не сказал. Можно я договорю, прошу прощения? Это неправильно. Я говорю про бумажки, я говорю о том, что у нас нет в школе такого предмета, который учит заполнять бумажки. Поэтому люди не знают, куда обратиться и как написать. Я помню, как я в свое время лично писала объяснительную записку, но никто не знал, как это делать. Единственное, кто знал, как это делать, это я. Это раз. Второе, про естественные науки. Я, возможно, отвожу ваши пункты немножко по-другому, но просто мысли, которые возникают по ходу. Тоже разрозненные в силу клепового мышления современного человека. Проблема в том, что, ну, к примеру, с естественными науками, ну, и с другими науками, это может тоже привести пример, даже с философией, но это сложнее. Естественные науки преподаются сейчас так, что дети заучивают формулы. Они заучивают формулы, но после этого выходят, и из этих формул, можно я договорю, пожалуйста, из этих формул не понимают в итоге, что включенный в розетку фен не надо кидать в ванну. Они могут знать не пятерку, могут гордиться учителя, они могут это делать на техническом уровне, но связи с реальности совершенно нет. Я лично училась, наоборот, к счастью, в очень хорошей школе, в гуманитарном классе, где все понимали, что мы не сможем ловить все эти формулы, но при этом был системный подход. Во-первых, действительно, все науки были объединены, были переходы, там, из биологии и так далее. Во-вторых, я не помню, возможно, ни одной формулы, но я напоминаю какие-то принципы, которые вынесли на потом. Сейчас в школе действительно очень много формальностей, которые, эти формулы, да, ты отчитался за них, ты забыл, и у тебя в голове не осталось даже то, что не надо, как бы, включенный, опять же, фен не кидать в ванну. Вот такой вот вопрос еще функционалистского подхода. Конечно, они считают, что мы должны тут же переключиться и все, заниматься, как там, потому что в Америке, в Канаде есть такая система, когда они занимаются очень прикладными вещами, они, там, заполняют бумажки и, как бы, занимаются супер практическими вещами, у них нету теоретической базы. Никакой, и такие у них, далеко, особо важны. Но, тем не менее, у нас нету, как это сказать, равновесия между теоретическим и практическим. Во многих школах не делают эксперименты. То есть человек не понимает, он не понимает соотнесенности. Это вопрос образования вообще, в широком смысле, а соотнесенности образования с жизнью. Типа. Чего, всем согласен? Проглажение, возражение, не добавьте. Если что, кто-то выскажется, или я до следующего слова скажу. А можно тебя просить в отличие? Я понимаю, о чем я говорю. Конечно. Это самое. А где-то есть системы, где нет таких проблем? Каких именно? На которых ты перечислил? Ну, оторванности, образование, реальность. Есть, есть, есть. Сорю, нет, есть системы, я просто вот сходу не перечислю. Например, вот в моей школе в большинстве своем именно было построено так, что, как бы, в итоге, особенно для гуманитарии, повезло, когда гуманитарии не могут, ну, как, силу своего стада умать, переварить. Это, и там был, во-первых, системный подход, во-вторых, действительно, как бы, если люди не понимают формулы, они в итоге все-таки понимают, как это действует в жизни. И, к примеру, я сейчас, как студент Холосовского факультета, тоже у нас проблема, и, как бы, знаешь, моих подруг сейчас строят как раз свое образование на том, что она пытается объяснить, что, там, черт, Платон и Ницше, они связаны с жизнью. Это не просто старые устаревшие книжки, это не просто тома, которые надо вызовы, отучить, и даже не только над ними подумать, но понять, что философия имеет, как ни странно, связь с реальной жизнью. Ну, скажи, как. Ну, это потом, это отдельная история. Ну, я на что-то, ладно. Так, еще кто-то хочет сказать? Я! Давайте. Ну, по сути дела, так, кстати, это самое... Сейчас. По сути дела, я... Ну, да. Вот. Вся эта дискуссия, так сказать, она возникла, я думаю, из-за того, что... Очень важно. Ну, самое-таки, я, может быть, ошибаюсь, так сказать, что, наконец-то... То есть мы шли там в среду, по-моему, и даже, может, еще раньше, так сказать, от ассамблей, и по дороге с Максимом обсуждали вопросы образования, то есть, о высшем образовании. Нет, вопрос осталось очень много разных, понятно, да. Ну, да. То есть он говорил, что образование должно быть платным. Вот. Я там и еще там шла... А, я сейчас помню, депетерина, так сказать. Да-да. Мне на самом деле в том, что оно должно быть здесь платным. Вот. И, по сути дела, так сказать, когда Максим предложил сегодня обсуждать, так сказать, эту тему об образовании, так сказать, я к нему так подошел, я был заинтригован, обученным на образовании, вроде такая, какая-то рыхлая тема, вернее, не столько рыхлая, только абстрактная. Можно рассказать еще о чем-нибудь. Ммм, об образовании. Сегодня об образовании. Газетку дать? Ну да. Ну, а, ну вот, я думаю, а это так неинтересно. Бог что-то. Потом он говорит, вот, например, сейчас, если образование должно быть вывешено платным или не платным, и тут я понял, что, в принципе, он неспроста эту тему предложил, потому что она, действительно, ВВО, ВВО, так сказать, самоподача, она совсем очень актуальна. Можно уточню? То есть, Вы имеете в виду, что образование, вот, опять же, в том числе, то, о чем Яков говорил, образование, как вопрос, который нас сейчас волнует, ну, грубо говоря, с точки зрения листовок. Образование, как, не только проблемы его на каком-то таком внутреннем уровне, на частности, но образование, 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 как, образование и закон, скажем так, образование, как оно отражается, что у нас сейчас есть ПЗ-83, который говорит, что образование должно платить. То есть, в этой структуре, правильно я понимаю? Ну, то есть, скорее, связанное с политикой, извините, да. Я ничего не понял. С текущими законами. Ну, то есть, Максим... Как нам относиться к текущим законам про образование? Да, ведь Максим это мыслит в смысле образования, образования его отношения с текущими законами. Наоборот. Он, скорее всего, даже согласен с текущими законами. Нет, но все равно в это... Но кто не хотел бы? Я да, я да. Вот, все правильно. Но я думаю, что он стоит, скорее, на позиции тех, кто ставит эти законы, по сути дела. Что и мне... Да, что и меня было так жутко, я был заинтригован. И, поскольку я сам думал на эту тему, вот, и, в общем-то, я так, вот, это мыслит, что это чисто социологично. В общем, то есть, моя позиция такова. Что... Я категорически, так сказать, это самое не согласен с позиции, так сказать, принцессуально согласен с позиции Максима, по сути дела. Потом, когда я подумал еще... Вот, то есть, высшее образование надо вообще отменить. А это самое среднее образование сделать платным. Вообще оставить только один класс образования, где изучать, в основном, ту самую физкультуру, и один раз в неделю ломаную английскую. Я думал, что министр... А зачем, я извиняюсь, для обслуживания трубы так и так пойдет? Нет, у меня в связи с этим... Я прошу прощения, я сейчас как модератор. Давай. У меня в связи с этим есть такой провокационный вопрос. Правильно ли вы считаете то, что высшее образование должно быть всеобщим? Потому что это один из важных вопросов, который много интересует. Потому что сейчас у нас считается, что да, все должны иметь скорочки. Все должны иметь скорочки о высшем образовании. И в том числе, но это уже лично знамение, или может быть, не на конца моё, что... Именно из-за того, что у нас сейчас образование выше стало обязательным, в том числе из-за этого падает слово пристиж. То есть, когда все в высшем образовании, то как бы по-другому оценивается. Это высшее образование бесценивается. Потому что, понятное дело, что всем надо иметь корочку, поэтому существует очень много университетов, которые дают тебе корочку так просто. И ставят тебе незачёт, только если ты не прошёл на три экзамен. То есть, в том числе, это и медицинские, к сожалению, будут. То есть, вот был вопрос о том, необходимо ли всеобщее выражение высшее образование, или нет. А этот вопрос совершенно не принципиальный. То есть, интересно, в этом аспекте можно только такой интересный. Посмотри, что для стран, вообще там, для великих сверхдержав, это, конечно же, хорошо, когда иметь место высшее образование, когда довольно шовно, и оно доступно широким массам населения. Это не имитация высшего образования, что сейчас происходит у нас в основном дел. То есть, действительно, как ты говоришь, там вообще, они получают только корочку. А если это платное образование, то вообще, вообще не понятно, чем они там занимаются. То есть, они за деньги в результате получают этот никому не нужный диплом. Вот. Можете купить сразу. Да, да. Можете действительно купить сразу. В метро. Потому что это не только корочка, это еще некоторый процесс, тусовка, грубо говоря. Они куда-то ходят, с кем-то общаются. Ну да. И получают от этого некое удовольствие. Ну да. Абсолютно справедливо. Вот. Кстати, сколько не езжу в метро, ни разу диплом не предложили. Это... А вы что-то перестали. Переходы надо ходить. Нет. Раньше в переходах... Прежде прочее. Раньше в переходах на охотном ряду все время дипломы, аттестаты курсовые. По-моему, вот с дочкой одинаковая формуровка была без диплома, аттестаты курсовые. Да. Еще эти продовые книжки. А, да, 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 да. Ну ладно. Сейчас действительно купить, я тоже купил. А, наверное, это уже их просто согнали конкуренты. Наверное, это делается опять через интернет. Да, да, да. Это делается уже в частных конторах, которые подмяли у себя уже всех этих самых дилетантов, этих любителей. Энаполизация им это ее будет. Да, вот именно.